С историей своего соотечественника Рагима Гаджиева девятиклассник Захар Жаворонков знаком хорошо. Парень решил пойти по стопам известного выпускника школы, поэтому уже два года состоит в юнормии. Ученику выпала честь первым в этой четверти занять парту героя. Критерии отбора строгие, обязательно хорошая учеба и активность в школе. Захар говорит, что открытие таких необычных мемориалов, несомненно, помогает сохранить память о современных защитниках Родины. Я считаю, что она очень важна и нужно хранить память о тех, кто отдал свою жизнь ради Родины. И я их правда очень благодарен за то, что мне дали честь посидеть за этой партой, за этой партой героя. Рагим Гаджиев окончил 13-ю самарскую школу в 2000 году. Сразу после пошел служить в армию. Военное ремесло его всегда интересовало. Когда началась специальная военная операция, мама сказала, говорит, надо ехать, чем смогу, помогу. Начал усиленно тренироваться, утром бегал, там у всех возраст, нормативы были. Бегал, подтягивался. Потом закручил контракт. Рядовой погиб 7 июля прошлого года, освобождая вместе со служивцами Луганск. Указом президента Рагима Гаджиева наградили орденом мужества посмертно. В напоминание о подвиге в родной школе также открыли мемориальную доску. Я очень рад, что мама сегодня тоже приняла участие в этом мероприятии. И доска, мы согласовывали с ней, чтобы все было в порядке, чтобы все было нормально. И считаю, что она тоже будет гордиться тем, что имя ее сына вихковечено на этой доске. Ну, а детям я пожелаю, прежде всего, тем, чтобы они гордились, что они учатся в одной школе, где учился герой. В открытии мемориальной доски и парты героя также приняли участие гости из города Побратима Бреста. Ученики школы под таким же 13 номером вместе с преподавателем подключились по видеосвязи. Общение наладили, чтобы была возможность сотрудничать и обмениваться опытом, в том числе в проведении патриотических акций. Договор о партнерстве с 13-й Брестской школой заключили в сентябре прошлого года. Школа тоже носит имя героя-афганца, поэтому у нас очень много точек соприкосновения. У нас есть договор, мы проводим совместные мероприятия, совместные телебанстены. Только вот в этом формате в школе мы проводим впервые. Потому что обычно мы проводили на базе библиотеки по Волжье. В 2023 году школе номер 13 исполнилось 135 лет. В истории учебного учреждения вписаны 52 имени. Все это выпускники-ветераны Великой Отечественной войны. Поэтому сохранение исторической памяти для нынешних школьников не пустой звук. Они продолжают традиции, заложенные своими предшественниками. Михаил Ермоленко, Николай Сидоров. События. Спасибо. 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 Спасибо.